Вот есть такой господин Ярыш, и он очень много сотрудничает с неким Канвасом. Наверное, вы знаете такую структуру. Это структура, осуществляющая разного рода оранжевые революции везде, в том числе и на Украине. Раньше она называлась отпор, по-моему. Это такая сербско-американская структура. Вот эта структура осуществляла и Майдан, и всё остальное. Сейчас Канвас сильно занялся Россией. Борис Немцов, к несчастью, сказал какие-то странные слова 10 февраля. Что я там боюсь, что меня убьёт власть. Это уже, как бы, это идея, сказали дети. Знаете, это логически. Это не Борис сказал, это ему мама сказала, это в интервью он сказал. Да, да, он сказал там. Ему угрожали. Да, ему угрожали, он убьёт. Сразу после этого данная тема обсуждается господином Ярышем и представителями Канваса. Затем представители Канваса... Вы это знаете? Да, я знаю. Если я это говорю, значит, это я знаю. Нет, это не всегда бывает. Господин Ярыш ответит. Да или нет? И после этого представители Канваса приезжают в Россию. Среди этих представителей есть человек, видимо серб, да? Отца его кличка, да? Представитель, так сказать, живущий в Вашингтоне. Который, так сказать, первым был взят по взрыву в Харькове и тут же отпущен по приказу Турчинова. Я хочу спросить, вот эти все факты интересны. Мы действительно хотим, кто бы это ни был, узнать, кто убил Бориса Немцова и этим остановить политические убийства. Продолжение следует...